Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередное выпуск новостей сегодня в эфире. Летний университет Национального совета Западной Армении. Указом президента Республики Армения Арарат Мерзуэн назначен министром иностранных дел в Республике Армения. Вышел свет 20-й том серии «Зарубежные источники Бауэрмения и Армянах». Турецкие самолеты бомбили больницу в Синджаре. Завершаются ремонтные работы в трех школах в Ахукялаке. Начались археологические раскопки в 40 пещерах Мараша, Западная Армения. Стартует очередной этап военной тренировочного лагеря «Искры». 2, 3 и 4 сентября состоятся онлайн-занятия Летнего университета Национального совета Западной Армении, программа которых представлена ниже. 1 день, 2 сентября, четверг. Тема дня необходимости государства. А. Гильермо Караманян выступит с публичной сцены 30 минут. Б. Обеспечение наших прав Арменак Абрамян. 30 минут. В. Процесс исторического конструирования государства Западная Армения. Лидия Маркусян. 30 минут. День 2, пятница, 3 сентября. Тема дня правовой вопрос Арцахской войны. А. Арцах в Западной Армении. Гильермо Караманян. 30 минут. Б. Арменак Абрамян. Арцахские войны. 30 минут. В. Арцах, его территория и самоопределение. Лидия Маркусян. 30 минут. День 3, суббота, 4 сентября. Тема дня участия Западной Армении на международной арене. А. Первая война и Западная Армения. Гильермо Караманян. 30 минут. Б. Западная Армения и коренные народы. Арменак Абрамян. Выступление. 30 минут. Западная Армения и международная организация. Выступление Лидии Маркусян. 30 минут. 2, 3 и 4 сентября 2021 года. Каждый день с 21.30. Лидия Маркусян, министр иностранных дел Западной Армении. Гильермо Караманян. Консул Республики Западной Армения в Аргентине. И председатель Национального совета Западной Армении. Арменак Абрамян. Выступят для вас. Прямое подключение в Zoom. Регистрация и контакты по следующему адресу. Модератор летнего университета Леонор Тубасмаджа. Указом президента Республики Армения Армена Сарксяна Арарат Мирзоян назначен министром иностранных дел Республики Армения. Об этом он сообщил на официальном сайте президента Республики Армения. На основании предложения премьер-министра в соответствии со статьей 150 Конституции назначить министром иностранных дел Арарата Мирзояна, говорится в заявлении. Решением ученого совета Матанадорана издан 20-й том серии «Зарубежные источники об Армении и Армянах. Арабские источники». Охватывающие источники историографической традиции прессы 13-16 веков. Книга посвящена арабоязычным источникам, имеющим значение для изучения арабо-армянских политических и дипломатических отношений. Основная часть работы представляет собой приведенные отрывки из произведений Мухи Аддина ибн Абд Аззахира, занимавшего должность королевского канцлера во время правления трех султанов, восседающих на троне государства мамлюков, которое содержит ценную информацию о периоде с 1260 по 1292 годы в Еликийской Армении и о многих эпизодах ее истории. Большинство своих программ автор написал как непосредственный участник и свидетель событий. Книга предназначена для арминоведов, средневековых ученых, источников ведов и тех, кто интересуется историей Еликийской Армении. Книга издается под эгидой Макки, Мухаммада, Махмуда, Шахразадии из Сирии. Цифровая версия книги доступна по следующей ссылке. Вчера турецкие военные самолеты бомбили есидский город Синджар, Шенгал, в Ираке, в результате чего погиб один командир сил сопротивления Синджара. Жители, подходившие к зданию для эвакуации, находящиеся в больнице, также подверглись нападению турецких самолетов. Люди не были эвакуированы из-за активных бомбардировщиков. Сегодня медицинский центр села Синякиев-Шенгали, который подвергался трижды бомбардировкам, уже стал целью бомбардировок. В результате обстрела пострадало здание медицинского центра, есть прострадавшие и раненые. Согласно информации, в результате нападения погибли пять человек. Напряженность в регионе сохраняется в результате бомбардировок. Напомним, что во время 44-дневной войны в Арцахе турецко-азербайджанские силы также наносили удары по гражданской инфраструктуре, медицинским центрам и даже церквям. В связи с ремонтом государственной школы номер 3 имени Ильича в Чавчавадзе, Вахалкиалаки Джавахк, ученики будут вынуждены снова начать учебный год в другой школе. В школе имени Ильича в Чавчавадзе уже второй год идет ремонт. Новое трехэтажное здание школы было построено в 2012 году, но требует ремонта. До начала нового учебного года осталось меньше месяца, но интерьер школы еще не закончен. По словам Дату Абрамишвили, сотрудника реноваторской компании, ремонт завершится к 15 сентября, к началу нового учебного года. Ремонт внешней части здания уже завершен, осталась только внутренняя часть школы. Школа номер 3 построена в 2012 году строительной компанией ХУРО. Здание грузинской школы многофункционально. Частью здания является школа государственного управления имени Зура Поживания. Второй период археологических раскопок начался в 40 пещерах в районе Пазарджик, в провинции Мараш в Западной Армении, где находятся памятники римской эпохи и пещерной гробницы. Находки во время раскопок становятся важной предпосылкой для туризма в городе. История пещер восходит к 2000 году до нашей эры. Вырубленные в скале гробницы, где похоронены многие знатные семьи, в том числе короли, станут туристической достопримечательностью. Стартует очередной этап военно-тренировочного лагеря «Искры». Об этом корреспонденту Арцахпресс сообщила ответственная за организацию мероприятия Лаура Грикориан. Основная цель лагеря – повышение физической и психологической подготовки молодежи, а также правильная и эффективная организация их свободного времени. Для участия в лагере могут зарегистрироваться молодые люди с 15 до 17 лет. Продолжительность лагеря составит 10 дней. Сказала Лаура Грикориан и добавила, что они отбудутся Степанакерской площади Возрождения 21 августа в 9 утра. По вопросам участия в лагере звоните по телефону 097-77-2230. Даррад левоас музикальна группа «Ховер», «Васн» мейрой «ППРКУтьян». «Васн» мейрой «ППРКУтьян» 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 Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.